Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте от всей души поздравить вас с 30-летием государственной независимости вашей республики и 5-летием деятельности Хатлонского государства Медицинского университета. Я вам хочу передать огромный привет от ваших братьев, казахстанцев, от кафедры нормальной физиологии Медицинского университета Астана. Мы также отмечаем в этом году 30-летие нашей независимости. Я считаю, что это главный праздник для наших стран. Желаю вам крепкого здоровья, процветания вашей республики, процветания вашему университету. И разрешите мне сегодня представить доклад «Экспериментальный отек легких и пути оптимизации режимов искусственной вентиляции легких, используемых в условиях инфекции COVID-19». Это сообщение, этот доклад, эта работа подготовлена вместе с нашими коллегами из Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали Ибнисино, профессором кафедры нормальной физиологии Шукуровым Фирузом Абдуфатовичем и заведующей кафедрой нормальной физиологии доктора медицинских наук Фаризой Турсунбайаной Халимовой. В связи с пандемией COVID-19 внимание многих исследователей всего мира направлено на изучение динамики дыхательных и кровеносных изменений в органах и тканях, а также на изучение путей профилактики этого заболевания. Существует очень много осложнений COVID-19, вы все о них прекрасно знаете, это и дыхательная недостаточность, внезапный респираторный дистресс-синдром, сердечная, почечная недостаточность, полиорганная недостаточность. И одним из грозных осложнений COVID-19, конечно, является отек легких. Это причина многих смертей в результате заболеваний органов дыхания. В современной анестезиологии и рементологии, интенсивной терапии, для борьбы с пониженной сатурацией крови и другими грозными осложнениями COVID-19 применяется искусственная вентиляция легких. И известно, что выбор искусственной вентиляции является одним из основополагающих факторов успешного лечения. Мы взяли два режима искусственной вентиляции с положительным давлением в конце выдоха и с отрицательным давлением. И, соответственно, поставили своей второй целью исследовать гемодинамику в легких, в малом круге при использовании таких режимов искусственной вентиляции. Опыты выполнены на 75 белых беспородных крысах. Отек, как я уже сказал, моделировали введением адреналина. Также для изучения патоморфологических изменений в легких, ткани легких извлекали во время вскрытия по шору. И морфологические изменения изучали после окраски тканей гемотоксилином и эозином. Искусственную вентиляцию легких проводили аппаратом ИВЛ-0401. И реографические исследования проводили на реографе РПГ-2 и РИАН-ПОЛИ. А также записывали электрокардиограмму. У 100% животных первой группы развился выраженный отек легких. Причем 37% крыс погибло на 4-5 минуте после воздействия. С первых секунд после воздействия реограмма у всех животных приобретала вид двугорбой. То есть с высокой систолической, с высокой диастолической волной и такой глубокой вырезкой. По-видимому, углубление этой вырезки было связано с затруднением притока крови к легким за счет вазомоторной реакции легочных сосудов. А декоратическая волна, уже вторая волна диастолическая, показывала дополнительное движение в крови. У всех животных отмечалась брадикардия. В дальнейшем реограмма у крыс первой и второй групп изменялась по-разному. У погибших крыс первой группы она оставалась такой двугорбой. У остальных животных первой группы, начиная с 10-й минуты и с 3-й, 5-й минуты у крыс второй группы, реограмма приобретала форму такого, знаете, плата, когда систолическая и диастолическая волна были практически одинаковые по амплитуде, а вырезка полностью отсутствовала. И на данном слайде можно увидеть легочные показатели, которые свидетельствовали о выраженном интерстициальном отеке у животных первой группы и суботеке или слабом отеке у крыс второй группы. В дальнейшем у крыс первой группы, наряду с сохраняющимся платом, оставался удлиненным период напряжения миокарда, сниженным в два раза амплитудой систолической и диастолической волны. Геориографические признаки у выживших животных первой группы свидетельствовали, так же, как и у погибших крыс, о легочной гипертензии прекапиллярного типа и застое крови в венозном русле легких. А далее мы исследовали гистологическую картину легких. В ткани легких подопытных крыс отмечались явления застойного полнокровия венозного отдела сосудов микроциркуляторного русла с отеком межальвеолярных перегородок. В перебронхиальных пространствах прослеживались признаки полнокровия сосудов с диапидезными кровоизлияниями, как в перебронхиальную ткань, так и в просветы бронхов. Тканевая гипоксия, обусловленная с одной стороны нарушениями микроциркуляции, а с другой бронхоспазмом с развитием дисталектазов и очаговой эмфиземы легочной паренхимы, способствовали прогрессирующему повышению проницаемости сосудистой стенки с последующей миграцией лимфоцитов в паравазальные пространства с лимфоцитарной инфильтрацией стенки бронхов и межальвеолярных перегородок. Изменения в легких животных второй группы по макроскопической картине по данным сухого остатка, весового коэффициента и кровенаполнения расценивались как суботек или как такой слабый, скажем так, отек. В ткани легких отмечали развитие острого полнокровия капилляров и посткапиллярных венул со стазом эритроцитов. Отмечались отек межальвеолярных перегородок и диапедезные кровоизлияния из сосудов капиллярного типа. На фоне полнокровия венозного участка микроциркуляторного русла отмечали частичный спазм и малокровие артериол, а в сосудистых стенках фибриноидное набухание. В дальнейшем расстройство микрогемоциркуляции сопровождалось паратическим расширением капилляров и сладжированием эритроцитов в просвете сосудов, прогрессированием тканевой гипоксии. В первые минуты искусственной вентиляции легких, которые мы применяли на этом фоне для животных с суботеком в режиме с положительным давлением в конце выдоха, на реограмме отмечалось уменьшение средней скорости систолического притока крови к легким и систолодиастолического отношения. Начиная с пятой минуты к указанным сдвигам присоединились изменения, которые свидетельствовали о гипертензии в малом круге и снижении пульсового кровотока. В аналогичных экспериментах, но с отрицательным давлением, изменения гемодинамики и водного баланса у крыс были менее выражены. Наибольшие изменения возникали в первые минуты перехода к искусственной вентиляции и были такими же, как в группе животных, в котором проводилось ИВЛ с положительным давлением в конце выдоха. Благодаря полученным результатам мы пришли, уважаемые коллеги, к следующим выводам. Искусственная вентиляция легких с положительным давлением в конце выдоха вызывает у здоровых животных повышение давления в легочных сосудах, застой крови в венозном русле и поэтому противопоказана при гипертензии в малом круге кровообращения. Более щадящим и приемлемым является режим с отрицательным давлением. Вентиляция легких на фоне гипертензии сосудов малого круга кровообращения приводит к выраженному увеличению содержания воды в легких, что позволено нам создать вот такую адреналиновую модель легких. Эти факты необходимо обязательно учитывать при проведении лечебных и реанимационных мероприятий, в том числе при лечении тяжелых форм COVID-19, осложненных дыхательной недостаточностью, нарушениями легочного кровотока и водного баланса легких. Необходимо помнить, уважаемые коллеги, что подключение к аппарату искусственной вентиляции легких – это крайняя мера во время терапии COVID-19. Она несет серьезную угрозу здоровью пациентов. Тем не менее, у некоторых больных без этого, без искусственной вентиляции легких, просто нет шансов на выживание. Спасибо вам за внимание!